а вы я просто пока шел как бы на мероприятие вот тут еще у вас проходит открыты данные в россии это квест мне кажется очень фееричная картинка в том плане что организация которая пропагандирует открытые данные берет скриншот из яндекс карты просто вырезает вас с отрезанием всех копирайтов а данные не открытые б нарушение копирайта классная схема проезда вот собственно да все проснулись меня зовут андрей кармацкий я руковожу компанией урбика дизайн мы любим карты мы любим город ну и так получилось что мы много работаем с данными коротко двух словах компании в которой я работаю мы недавно сделали дизайн для maps me приложение open street map которая мобильная которым пользуется в оффлайне не так давно делали для департамента транспорта и велобайка визуализацию анализ данных по перемещению велосипедов которые вот есть ну вы знаете да есть система велопроката мы анализировали данные к слову сказать по результатам проекта мы картинки сделали еще и данные в гитхаб выложили условиям контракта мы могли это сделать а с агрегированы и еще есть студийный проект он называется улице прогулок он как раз вот то что говорил иван есть всякие разные карты счастья мы пытаемся понять комфорт пешеходной среды в городе то есть этот проект тоже делается на конструкцию данных ну и мы что-то там экспериментируем постоянное и делаем собственно я буду говорить наверно чуть чуть дальше про эти проекты более подробно соответственно тема которая меня волнует я честно сказать наверное небольшой специалист в открытых данных но я активно их использую и рассказывая про данные я в большей степени фокусируясь на данных про пространство про городскую среду одну потому что мне это просто интересно для начала одна история которая меня очень впечатлила кто-нибудь знает эту карту чарльз бут викторианская эпоха он был промышленником и будучи богатым человеком но так или иначе он жил в лондоне 19 веке его окружала бедность и он думал чтобы с ней можно было сделать так вот что что сделал час будет он сделал карту бедности лондона если кто-то слышал это карта бедности лондона это картографирование отображения того как жил лондон в конце 19 века он полностью это исследование проходила практически сейчас скажу 17 лет каждый год час будто его ассистенты интервьюровали жителей лондона записывали как они живут и так далее так далее и с интервалом в 10 лет они выпускали в восемьдесят девятом году 90 в девяносто восьмом девяносто девятом 1889 и 1898 году они выпускали две карты которые иллюстрировали результаты их работы собственно почему это интересная история это не просто карта дело в том то что после публикации этих исследований которые проводились в течение 17 лет в лондоне происходили большие изменения собственно чарльзу буту приписываются два основных термина черта бедности он точно определил сколько денег должен зарабатывать горожанин чтобы оказаться с той или иной стороны пасти и вторая соответственно социоэкономическое изменение это введение пенсии по возрасту лондоне произошло после этого исследования ну соответственно он много сделал для того чтобы лондон перестроили и сделали так что я поясню на карте ну если кто-то хочет посмотрите детали даже в википедии достаточно исчерпывающая информация черные домики это там где живут бедные жители красные домики там где живут богатые жители собственно общество было настолько расслоенную и соседствовало вместе соответственно нужно было каким-то образом просто-напросто планировать город это бульдозер нужно было планировать город чтобы он был комфортным безопасным и чтобы общество развивалась если кто-то будет в лондоне заходите в музей лондона там есть прям целая комнатка специально оформлено где можно поизучать эту историю ну и в том числе все записи и карта она доступна в интернете вы можете посмотреть поискать это вот пример тот который меня впечатлил то что является городскими данными то что в реальности ну про карты и про технологии говорить достаточно скучно потому что сегодня одни технологии там не знаю там вчера sony волкман сегодня instagram там bluetooth и прочее проще это все все уйдет важно то что есть некоторое взаимодействие данных с людьми и соответственно как бы происходят какие-то изменения поэтому это это очень важные вещи то есть важные истории в наши дни собственной истории бывают разные про городские данные поскольку ну время наклада несколько ограничено я быстро пролистаю прямо кластерами какие-то картинки собственно есть богатый набор проектов которые визуализируют данные возрастов домов например это манхэттен они визуализировали данные нью-йорке есть такая база данных плута где есть большое большое количество знаний в том числе и когда были построены дома бруклин есть такое у акса сайте в в амстердаме если кто-то слышал изучал это такое сообщество которое тоже делает всякие классные штуки в том числе на открытых данных они взяли кадастр нидерландов и визуализировали все здания в голландии по возрастам это не космический корабль это собственно амстердам ну понятно мы можем посмотреть как застроился центр как распределяются и соответственно можно проводить какие-то исследования париж проектов много но я взял каких-то характерных москву делали ребята в тринадцатом году здесь дамы не такие полные мне например нравится временная шкала она очень хорошо отражает тот уровень на котором это легко воспринимается ты не просто там цифры с годами тут есть еще и правители традиционной россии большевики и сталин хрущев брежнев черненко пушков вот большой пласт всяких картографических проектов собственно про безопасность дорожного движения криминальную статистику то есть понятно что там здесь нет картинки но отображение криминальной статистики очень полезно например бизнесом по подбору недвижимости продажи это влияет на стоимость недвижимости в первую очередь а это собственно карта она называется vision zero view если вы знаете в нью-йорке и примеру копенгагена при это программа она называется vision zero vision zero это программа которую принимают муниципалитеты чтобы снизить смертность на дорогах соответственно в рамках этой программы они должны проводить серию мероприятий воркшопов там с планированием и так далее в том числе они должны раскрывать все данные о том сколько происшествий происходит ну соответственно эта карта просто иллюстрирует что происходит там по годам то есть можно подвигать слайдер я потом если хотите я в комментариях где-нибудь оставлю все ссылки чтобы вы могли это посмотреть потому что в таком калейдоскопе довольно сложно все запомнить я говорю наверное достаточно быстро есть еще хороший пример который отражает нью-йоркский наверное активный гражданин или что-то такое собственно у них есть телефонный номер в нью-йорке он называется 311 куда можно пожаловаться на что-нибудь там не знаю на шум бульдозера который проехал разбудил ребенка собственно на крыс которые бегают и действительно там эти проблемы есть и соответственно эти все данные во первых они собираются очень очень удобным для граждан виде то есть можно просто смс-ку написать можно позвонить можно на сайте написать ну соответственно эти все данные собираются вместе и и их можно забирать обратно соответственно большой пучок проектов возникает на этих данных то есть кто-то анализирует насколько тихо шумно в нью-йорке кто-то анализирует крыс там не знаю и прочие 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 штуки то есть срезы знаний которые рождаются из этих данных они очень разнородны еще один пример опять из нью-йорка это собственно все деревья по типам они все доступны и можно взять и сделать какие-то штуковины на самом деле нью-йорк сделал после мельбурна мельбурне тоже есть открытая база данных про растительность какие деревья растут и соответственно можно делать какие-то интересные выводы и исследования собственно если говорить про мельбурн есть еще актуально очень информация у них есть так называемые датчики которые считают пешеходные потоки 44 датчика расставлены по городу эти данные что великолепно они открыты и соответственно ребята из компании морфа код взяли данные про пешеходные потоки во время фестиваля здесь очень плохо видно но в общем я обязательно дам ссылку взяли во время фестиваля мамба традиционный ежегодный мамба фестиваль хорошо бы и фестиваль там открытых данных был таким же популярным соответственно они показывали насколько город в каких точках превращается в такой где где критичные моменты трафика во время праздников соответственно это во первых это интересная история во вторых это например помощь городским планировщикам для следующих мероприятий есть еще большая пачка проектов я тоже думаю что не стоит прям сильно детально на них останавливаться это собственно те проекты которые иллюстрируют качество городской среды как вы знаете есть такая такой термин walk ability в городском планирование то есть комфорт городского перемещения то есть это параметры городской среды насколько это удобно для пешей прогулки то есть ну и поскольку мы этим занимались соответственно смотрели на разные проекты один из самых старых проектов он называется в экономикс есть проект чем они отличаются эти проекты это собственно краудсорсинг пользовательских каких-то данных там отметок ставят звездочки удобно неудобно плюс там не знаю какие-нибудь данные flickr есть еще волшеб который собирает данные он анализирует с учетом скажем так аминетис среды то есть если кафешек много то хоть наверное там хорошо гулять если немного но соответственно это такой такой механистический подход есть подход опять же краудсорсинг его есть проект волоскоп внезапно это денвер самом самом автомобильном городе самом не пешеходном городе сообщество walk denver его называют они сделали мобильное приложение и с помощью него собирают данные о городской среде то есть насколько широкий тротуар насколько удобно гулять насколько там тихо шумно можно пройти и так далее и тому подобное это пример краудсорса есть пример использование машинного обучения ребята и замайте взяли это наверное пример использование не открытых данных но поскольку они исследователи и наверное можно и google дал и google до 300 миллионов google street view они соответственно прогнали машину компьютерного зрения которая определяла вот этот индекс насколько комфортно выглядит эта панорама в этой конкретной локации то есть если кто-то знает что такое машинное обучение это собственно алгоритм компьютерной компьютерную программу учат сначала по оценкам людей например там по нескольким тысячам каких-то людских оценок учат строить выводы и например выставлять оценку то есть эта задача машинном обучении называется задача регрессии соответственно 300 миллионов точек опять же нью-йорк бруклин и лонг-айленд были таким образом проанализированы проект сложно сказать про его качество данных потому что если поставить там рядом точку вдруг появляется два балла или 8 баллов то есть ну в общем по крайней мере это тот подход который можно использовать большой пласт проектов возникает после всяких разных переписи населения то есть был очень большой проект в великобритании по переписи населения он был достаточно локальный то есть гиперлокальные данные вот в данном случае это то как лондонцы перемещаются до работы то есть это ответ на вопрос как лондон добирается на работу соответственно зелененько это пешком желтенько и мотобайк оранжевая это соответственно поезд или метро и тут например там район хак не почему-то очень очень популярен велосипед мне не удалось выяснить я думаю еще буду искать вот если город развитый есть например модель интенсивности движения то из этого например можно сделать карту шума в берлине газета морган пост у них есть специальный отдел который делает всякие интерактивные проекты они сделали визуализацию карты шума если видно собственно здесь есть шкала вот это пятно которое есть этот аэропорт тигел смоделированный шум на карте проектов может быть много собственно можем закончить не сегодня вот это главный вопрос это все классно парень ты нам здорово показываешь картинки нью-йорк мельбурн глобла там все такое прочее значит мы здесь москва россия что делать собственно я не берусь сказать что у меня большой опыт с этим всем работать но по крайней мере я попробую как-то уже структурировать те знания которые есть собственно хорошо ярко видно да если вас много денег это очень тупая работа берете просто как бы данные покупаете и все нормально если не знаете где взять данные берите человека который знает где взять данные покупаете данные их используете все просто берете открытые данные об этом мы чуть подробнее поговорим либо используете какие-то api либо что более интересно создавайте данные самостоятельно нет данных нет открытых данных нет api сделайте api создайте данные почему нет собственно про доступные данные будут говорить много и я соответственно не буду прям детально останавливаться на тем не менее какие проекты были ну по крайней мере мне интересны какие там проекты можно использовать несколько из каких-то проектов собственно есть данный world bank экономическое развитие всех стран как минимум можно уже начать их сравнивать по годам по ввп и прочие прочие штуки то есть это те данные которые можно использовать прямо сейчас была европейская инициатива или я не вспомню это инициатива была организация объединенных наций по сбору для там кучи городов различных показателей транспортной доступности но они тоже такие макро на уровне собственно города там 740 городов по 100 показателя можно между собой посравнивать ну вот здесь данном случае там сравнение intersection density по километрам по моему москва и китай до москва и пекин ближе собственно зумим карту на нашу локацию соответственно органы статистики так или иначе с большим количеством напильников в принципе становится машиночитаемыми и соответственно эти данные можно использовать не все к сожалению данные машиночитаемые есть человека читаемые данные вы собственно захожу на дата голов выбираю раздел картография классно здорово дата сет географическое положение белгородского района как вы думаете что там протяженность района севера на юг составляет 50 километров и запада на восток 35 а вот расположение так сейчас секунду найду сейчас секунд здесь а вот градусы 17 минут и 50 градусов 46 минут северной широты 36 градусов 6 минут это эксельный файл собственно классное расположение все все понятно на самом деле можно анализировать тексты почему нет еще пример собственно ну вы знаете портал открытых данных правительства москвы данные данных много они разные о них можно говорить достаточно долго там сколько по моим 700 или сколько наборов они разного качества разной степени детальности например там есть вполне себе актуальные данные то есть например если взять данные общественного питания там есть дата сет общественного питания про все все точки общественного питания например можно узнать что самое соответственно тут плохо видно проектор яркий соответственно это москва самая большая столовая это у нас трапезная храма христа спасителя а самый большой ресторан по количеству посадочных мест это кружки фиолетово да это соответственно ресторан макдональдс на пушкинской площади тем не менее данные есть если уметь с ними работать и правильно их визуализировать можно делать разные истории просто нужно на них посмотреть внимательно и попытаться что-то с этим сделать ну соответственно можно за пять минут понять где парковка сколько стоит есть еще например такой институт московский институт социально-культурных программ если кто-то слышал о нем он занимается анализом социального социального вообще удовлетворения там людей граждан и прочее прочее они проводили достаточно хорошие опросы населения телефонные там 12 тысяч респондентов они опрашивали по куче районов как вообще люди воспринимают город то есть это эти данные на самом деле они мало того что они опубликованы они еще открыты их можно использовать и машиночитаемом виде соответственно не делали такое исследование называлась механика москвы ну и pdf можно полистать почитать и данные скачать и соответственно там эти данные можно как-нибудь например попытаться повизуализировать или что-то поделать с ними самостоятельно вот пример там ответ на вопрос как вы добираетесь на работу значит эта доля граждан которые ответили в разных районах как они добираются каким способом они добираются на работу соответственно если на автобусе то привет районы где нет метро если соответственно на метро привет районы где есть метро на личном автомобиле привет ребята которые либо ближе центру почему не знаю соответственно на трамвае привет богородский район потому что там больше всего трамвайных линий и соответственно пешком привет тверской район 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 тверской пропан стритмап я наверное не буду сейчас очень детально рассказывать потому что про него говорится наверное будет еще много непосредственно хакатоне я скажу что это прям кладезь доступных данных которые можно использовать для городских исследований иван уже упоминал википедию до соответственно вы берете open street map берете википедию берете панораме и у вас уже туристический гид по москве как отранжировать точки у википедии мало кто знает например у них есть посещаемость страниц в месяц соответственно эти данные можно уже использовать весьма того что у вас доступны все тексты координаты и прочее прочее у вас совершенно в открытом виде есть статистика посещений и ногами а в интернет страницах из этого например мы можем сделать там какую-то популярность и отранжировать те данные которые не нужны тут можно продолжать пока мы копались в этих данных мы нашли например статьи википедии в москве которые нет на русском языке норвежском какое-нибудь описание достопримечательности собственно тоже почему нет какие-то инсайты получить данные через различные api опять же здесь много вариантов просто нужно садиться искать какие-то варианты под вашу задачу есть куча возможностей в том числе там упомянутая компания яндекс соответственно предоставляет данные про точки по и в справочнике организации соответственно если вы например городской исследователи хотите исследовать инфраструктуру вокруг какой-то конкретной локации просто берете собираете такой микропроектик который показывает точки в пешей доступности еще там рассказывает когда они работают и все все в рамках полученных данных через api понятно да for square можно собственно использовать он предоставляет api можно например там получить статистику чекинов и пользователи делать какие-то уже интересные выводы на тему того что работает есть очень популярная тема с доступностью пешком так называемые захроны вот у nokia maps например у хир maps есть api ну там порой платная порой бесплатная где можно посмотреть кликнуть точку и посмотреть сколько времени нужно добираться до то до того или нового места еще один пример использования ну он не совсем как бы прям супер открытых данных но тем не менее команда называется спин юнит красинка картинка просто очень красивая а вот следующую картинку я знаю как пояснить они делали исследования собирали данные инстаграма for square twitter финском городе турку и что что изображена соответственно они пытались понять насколько социально активен центр так вот эти солнышки это автобусные остановки в центре а мальчики это фотки instagramа которые в непосредственной близости автобусных остановок и соответственно как бы визуализируя данные непосредственной близости данных им constitution гаммакс автобусным остановкам можно визуально посмотреть какие остановки социально инстаграма активны какие инстаграмы пассивны про это же можно говорить самая интересная часть это собственно создавать данные создавать и открывать мало кто догадывается что вы можете создавать данные взять там google maps и разметить точки забрать их себе создавать данные можно в open street map мало того что вы помогаете сообществу улучшаете карту вы еще и можете использовать эти данные своих проектах то есть вот пример который можно показать лично это собственно улице прогулок поскольку мы собирали данные про городскую среду нам нужно было где-то их собирать могли там накладить базу сделать еще что-то в данном случае база стала open street map мы собрали ширину тротуаров и использовали open street map для того чтобы сохранить эти данные и визуализировать эти данные на карте соответственно по сути проект сделан на коленке и при удачном использовании инструментов этот проект просто собирает данные визуализирует их еще один пример моего знакомого который составляет карту веломаршрутов он просто использует страва скачивает себе gps трек каждый как каждого маршрута который он проехал и соответственно делает вот такой проект называется веломаршруты москва тут плохо видно не соответственно он создает данные и публикуют проект про веломаршрут то есть удобные веломаршруты москве где легко проехать где сложно проехать у ребят есть еще онлайн его версия здесь тоже плохо видно карта светлая проектор светлый следующий слайд будет тоже абсолютно белым я видно какие-то очертания нет хоть что-нибудь ардуино велосипедист с палкой которая так наверх собственно ребята в те же самые ребята которые делали солнышки с инстаграмом они взяли ардуино велосипедиста город таллин и соответственно измеряли уровень освещенности в городе таллин и сделали вот такой например проект просто измерив количество люксов можно собственно городскую среду мерить различными способами шум пожалуйста значит ребята из них сгис присутствует собственно можно взять ардуино забрать датчик сбора различных данных и вот у ребят из них сгист есть них сгис логер который собирает эти данные в csv файл который можно уже например как-нибудь попытаться повизуализировать либо сагрегировать эти данные сделать карту шума пошли с ребенком гулять соответственно ваш мобильник это сбор датчиков вы можете взять и насобирать данные насколько трясет вы знаете там у вас есть акселерометр gps треки соответственно собрали данные пришли покачать скачали csv визуализировали данные значит насколько плохо на тротуарах у вас это все происходит значит такие ребята которые connected ардуино они обычно кучкуется вместе чтобы было с кем поговорить вот организуется различные сообщества один из примеров сообщества data canvas они соответственно паяют такие метеостанции которые можно воткнуть в юсб и собирать например данные качестве среды то есть у них есть в сан-франциско и женева пример московский это народный мониторинг так называемый то есть вы можете собрать свое устройство бытовых условиях подключиться своими датчиками на карте и соответственно помогать собирать эти данные рассказывать о том какова городская среда спасибо инструментальную часть я наверное как-то расскажу уже по вопросам на хакатоне потому что ну вот ребята говорили что нужно там что-то поменторить и соответственно я буду там помогать задавайте спрашивайте спасибо большое